Как сделать паспорту, рамка паспорту. Привет, я Дарья Позняк и сегодня я расскажу, как вырезать паспорту в домашних условиях, что для этого нужно купить. Приложу все ссылочки. Мы рассмотрим два варианта. Вариант подороже и вариант подешевле. Итак, давайте начнем. Для начала нам нужно вырезать внешний край паспорту. Это мы делаем по обычной металлической линейке с обычным макетным ножом. Дальше мы рисуем рамочку нашего окошка паспорту. Выводите линии за границей, не упирайте их в точку. Это вам пригодится в дальнейшем при нарезке. Обозначаем крестиком ту часть, которую мы хотим вырезать. И все рисуем мы на обратной стороне паспорту. Лицевая у меня вот, чистенькая. Давайте вырезать. Я прикладываю направляющую линейку по линии. И прикладываю нож. Обратите внимание, что нож должен быть всегда лежать на той части, которую мы хотим вырезать, которую мы обозначили крестом. Не наоборот. Дальше. Вот здесь на ноже есть меточка. В инструкции написано, что эта меточка должна совпадать с той линией, откуда вы хотите начать резать. То есть вот отсюда. Но я режу чуть-чуть больше, 2-3 миллиметра в сторону внешнюю. Не вовнутрь, а на внешнюю. Мне так удобнее, у меня так лучше прорезают уголки. Когда я веду, я слежу за меточкой. Точно так же. По инструкции написано, что она должна попасть в линию. Я же вывожу ее немножко больше, на 2-3 миллиметра. И провожу несколько раз. Это зависит от того, насколько вам удобно резать, насколько сильный нажим вы используете и насколько острое лезвие у вас стоит в ноже. В этом варианте направляющую линейку мы заменили на обычные строительные уголки. Смотрите, я купила в Леруа вот такой уголок. 2,5 сантиметра. У него вот эти стороны. Но этот уголок не подошел. Сейчас я вам покажу. Смотрите, я прикладываю нож. Начинаю утапливать лезвие. И у меня вот эта вот головка упирается в высоту 2,5 сантиметра. То есть я ошиблась с уголком. Цена уголка порядка 100 рублей. Может быть даже чуть меньше. Это был метр. Метр по длине. И я на балконе где-то нашла в инструментах уже какой-то булочный уголок. У него вот это расстояние 2 сантиметра. 2 на 2 сантиметра. И он нам подходит. И по нему мы сейчас вырежем. Я прикладываю уголок. С ножа я сняла вот здесь. Открутила вот эти вот штучки. Которые вставляли мне вот этот нож в паз на линейке. Вот этим вот местом. Я их сняла. Они идут в комплекте с ножом. Я их сняла. И давайте без них мы прорежем. Прикладываю. Здесь надо линейку держать лучше. Чтобы она не скользила. Все точно так же прикладываю. Чуть выдвигаю. Все то же самое. Когда я вот здесь опускаю ручку. От головки до уголка у меня остается миллиметра полтора еще пространство. Вот до этих 2 сантиметров. Можно вот эту вот высоту как-то придумать. Чтобы она еще была поменьше. Давайте попробуем по линейке. Вот у этой линейки довольно хорошая ширина. Но вот здесь есть уже какие-то зазубринки. Из-за того, что она много лет уже используется. Тем не менее, давайте попробуем. По более тонкой линейке будет... Кажется, мне не так удобно. Да, смотрите, мне удобно. Единственное, что нож может вверх соскочить. Поэтому, если вы придумаете какую-то деталь с большей высотой. То есть где-то миллиметра полтора высота. Если вы миллиметр на четыре придумаете какую-то деталь из металла найдете. Это будет вам еще удобнее. Но, в принципе, вот эта толстая именно линейка, вы видите, я режу по ней. Да, и нож может тупиться. Поэтому, если что-то не идет, проверяйте. Проверяйте, прям смотрите, вот здесь на его кончик. Если на кончике образуется такой, как бы, срез, то он как раз сломался. У меня так и произошло. Сейчас я поменяю нож. Чтобы у этих ножей, у них два конца одинаковых. То есть вы его просто переставляете другой стороной, другим уголком. И продолжаете резать дальше. Это очень удобно, потому что получается, что у вас одно лезвие, вы два раза используете. Давайте поговорим про цены. Первое, с чего мы начнем, это коврик для резки. Вам в любом случае нужен коврик. Если у вас его еще нет, то его обязательно нужно приобрести. Без него просто будет вам неудобно. На этом я не советую экономить. Смотрите, я вам сейчас показываю цену. Это в магазине красный карандаш на самый большой коврик формата А1. Это самый удобный формат. Но мы, конечно же, не будем покупать в красном карандаше. Это очень дорого. Я вам сейчас расскажу другие варианты. Я нашла для вас на Алиэкспресс двух продавцов, у которых есть склад в России. И когда будете заказывать, обязательно выбирайте российский склад, потому что с него у вас цена на коврик будет примерно на тысячу дешевле. Значит, смотрите, два варианта коврика мы рассмотрим. А1 и А2. Вам нужно разложить у себя на столе, где вы планируете резать, те форматы, которые вы планируете вырезать. И прикинуть, какой размер коврика вам понадобится. И смотрите не по окошечку, который вы будете вырезать, а по внешнему краю. То есть по размеру рамки, потому что внешний край вам тоже придется вырезать. Хоть и по обычной линейке и обычным макетным ножом, но тем не менее вам придется туда что-то подкладывать. И чтобы не прорезать ваш стол или пол, где вы там будете работать, коврик необходим. Без него будет очень тяжело. Чтобы вы не подкладывали, я не советую на коврик экономить. Итак, смотрите, цены на коврики на Алиэкспресс. Я вам приложу двух продавцов, у них похожие цены и очень хорошие отзывы. Я почитала. У каждого продавца есть все размеры этих ковриков. На коврик А1 цена у нас будет 2200. На коврик А2 цена будет 1300. Это уже вместе с доставкой. То есть вы видите, какая разница с красным карандашом. Пойдем дальше. Давайте теперь поговорим про резаки. Смотрите, я сейчас резала моделью, которая называется Логан 4000. Свой резак я купила примерно за 3600. Но в тот момент я не знала про предыдущую модель. Я не знала, как ей резать. Я боялась, что она будет какая-то менее удобная. И поэтому не подумала, что ее можно приобрести. Сейчас же я с вами хочу поделиться информацией. Все ссылочки на все сайты будут внизу приложены. Позже я вам покажу самые оптимальные сайты, где сейчас можно купить, чтобы у вас был самый дешевый, самый удобный вариант. Смотрите, здесь сейчас модель, как у меня, стоит 3900, а предыдущая модель Логан 2000 стоит 2500. Я смотрела видео обзора на ютубе на эту модель. И вы знаете, по функционалу она ничем не отличается от моего резака. То есть если бы я в тот момент, когда я заказывала, покупала, если бы я догадалась, я смогла бы сэкономить. И этот вариант, самый дешевый вариант. Сейчас я вам покажу его в другом магазине. Ссылочку на этот магазин я обязательно внизу тоже приложу. Потому что вообще эти товары, они не очень популярны. Малое количество магазинов их продает. И бывает, что, знаете, их не так много завозят. Бывает, что вы хотите купить, а их просто нигде нет. Вы звоните, звоните, говорите мне такую модель, а вам говорят, а их сейчас нет. А завоз будет там через месяц или через два, и мы даже не знаем, по какой цене их привезут. Действительно, на этот товар, действительно, такое бывает. Поэтому я вам приложу все цены, все ссылки, и вы сможете выбрать вариант, оптимальный для вас. Сейчас, вот на сегодняшний день, я вам сейчас буду показывать самый дешевый вариант, самый оптимальный. Смотрите. Вот магазин называется Видека. Я вчера его нашла. Видека.ру. Почему он получается самым дешевым? Смотрите, здесь, значит, наш Логан, наш нож, модель 2000, про которую мы только что говорили, стоит 2482 рубля. В принципе, цена та же, что и на предыдущем сайте, но здесь есть линейка. Как раз направляющая линейка, по которой я резала, модель называется Логан 540. Ее длина 101 сантиметр. Не путайте модели длину. 101 сантиметр, это вам позволяет вырезать большие паспарту. Не напрягаясь. То есть, если вы более маленькой, более короткой линейкой будете резать большой размер, вам придется его в два захода резать и сделать вот этот стык, чтобы он был красивым. И, в общем, тяжело будет. Поэтому, если вы планируете большой размер или придумываете, да, что-то другое, почему вы будете резать, или, как вот я купила сразу эту длинную линейку. Но вообще, честно вам скажу, если бы я попробовала бы раньше по своей металлической обычной линейке, я бы даже не стала направляющую себе покупать. Потому что я не так часто паспарту режу. И, в принципе, я могла бы это делать по своей обычной линейке. Но, если вы захотели купить, вот сейчас, на сегодняшний день, эта направляющая линейка Logan 540 модель, здесь самая дешевая. 3,731 рубль она стоит. Это просто волшебная цена. На самом деле, я первый раз вижу такую цену. Я думаю, что после того, как выйдет мое видео, я очень надеюсь, конечно, что вы его посмотрите и разошлете своим друзьям. На складе всего 6 штук. Скорее всего, они тоже здесь очень скоро закончатся. И когда я делала заказ, я в этом магазине пыталась купить, но не было в наличии. Как раз они мне сказали, что завоз будет больше, чем через месяц. И они даже не знают, по какой цене оно придет. Вот, смотрите, также в этом магазине есть, сразу же можно купить лезвие. Не 100 штук, а 10 штук в наборе. 10 штук в наборе они будут стоить вот 339 рублей. 10 штук и плюс с вашим ножом придет, по-моему, еще 5 штук в комплекте у вас будет. Да, в комплекте с 4 лезвиями, я ошиблась, 4 лезвия у вас будет. И плюс, если вы еще купите набор из 10 лезвий, то у вас будет достаточный набор. В этом магазине есть бесплатная доставка от 3000 рублей. То есть, что бы вы ни купили, если вы купите линейку или купите нож и, например, лезвие. Ну, кстати, нож и лезвие вам, наверное, не хватит до 3000. Одним словом, у них бесплатная доставка от 3000 рублей. Но они неудобно находятся. То есть, если вы не набираете на 3000 рублей, по-моему, у них такая доставка рублей 500 будет или 500 с чем-то. А если к ним ехать самовывозом, они находятся где-то в Подмосковье. Может быть, и не очень далеко, но тем не менее. Я для себя такой вариант не рассматриваю. И теперь два других магазина. Смотрите, первый, который я вам показывала. Сайт называется frame.ru. Вот так вот у них называется магазин Leon Art Service. У них что удобно? Они находятся в Москве. Улица Мневники, дом 6. И раньше они работали по субботам. Сейчас вот я вижу на сайте написано суббота нерабочий день. Я написала им письмо. Надеюсь, что они мне ответят. И я под видео приложу вам информацию о их часах работы. Честно скажу, это мой любимый магазин. Я у них заказывала. Подвесную систему для картин. Про которую я буду рассказывать вам, кстати, в следующем видео. Если интересно, подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Я у них заказывала по спорту, заказывала всякие крючки для этой подвесной системы. И я у них же хотела купить и линейку, и резак. Но не получилось. У них тоже в наличии ничего не было. Вообще не было тех моделей, которые я хотела. Мне прислали какие-то другие варианты, которые мне совсем не понравились. Сейчас у них... Вот я открыла для вас цены. Смотрите. Сейчас у них цены на резаки практически такие же, как мы смотрели на том сайте. Ну вот на этот цена такая же. Только к ним можно поехать. Если вы берете только резак, вы можете сами к ним подъехать и купить. Единственное что? Это не магазин, что вы пришли и выбрали. Нужно сделать заказ по телефону или по электронной почте. Нужно в их магазине сделать заказ. Они для вас его соберут, и вы придете его и получите. Теперь перейдем к третьему магазину. Магазин называется neoart.ru. Магазин находится на Варшавском шоссе. Мне магазин этот никогда не нравился по расположению. Потому что, во-первых, он тоже не работает по выходным дням. И в будни мне туда проехать на машине, если я хочу паспорту купить, мне как бы неудобно. Вообще неудобно. Другой конец Москвы. Но при этом так получилось, что как раз свой нож для паспорту я купила именно у них. В этот момент нож был, всю Москву я прошерстила, нож был только у них. И купила я его у них за 3 600. Мне не хотелось почему-то связываться с доставкой. Я тоже сейчас не знаю, не помню, сколько здесь бесплатная доставка, сколько платная. Я решила к ним поехать сама и забрать. В принципе, от метро там идти не очень далеко. Я шла пешком. Не очень там приятно идти по самому заводу. Но я нашла все быстро, прогулялась днем. В принципе, все нормально. Забрала свой нож, все хорошо. То есть у них тоже можно заказывать. Но здесь есть нюанс. Они вот так просто на сайте не вывешивают цены. Нужно регистрироваться. Тогда у вас будет доступ к ценам. Но даже регистрироваться, это вам на самом деле цены не даст. Чтобы получить цену, нужно отправить им заявку на получение цен. Вот здесь вот эта надпись будет другая, потому что я вот сейчас зашла, почти полгода прошло, как я заказывала у них этот прайс. Мне его так и не прислали. Я сейчас зашла, думаю, ну может быть был какой-то сбой на сайте. Нет. Вот они так и пишут, что ваша заявка на доступ к ценам, показать статус. И они пишут, что заявка обрабатывается менеджером. Полгода прошло. Но магазин работает хорошо. Просто сайт, видимо, у них так криво обслуживается. Я заказывала каким-то образом, наверное, я звонила по телефону. И было все четко. То есть мне написали, наверное, что можно заказ забрать или смс-ку или на почту. Я не помню. Я поехала и забрала. Все хорошо работает. Вот единственное, что вот этот момент с ценами. То есть вы не можете просто пройти и посмотреть, сколько у них стоит тот или иной товар. Вам нужно именно с ними связываться и задавать эти вопросы. Вот в этом магазине frame.ru или Leon Art Service здесь тоже, когда вы зайдете, вы не увидите цены. Вам нужно зарегистрироваться. Когда вы зарегистрируетесь, вы будете видеть цены. Никакой прайс вам не нужно заказывать себе. Смотрите, на этих сайтах двух. Вот Leon и Neo Art. Есть такой момент, который вам нужно знать. Когда вы будете искать. Смотрите, это называется оборудование для багетных мастерских. Но вот здесь внутри, в следующем менюшке, вы выбираете не вырезание паспарту и что-то там еще. А вы выбираете хобби оборудование. На обоих сайтах это называется хобби, потому что это ручная нарезка. Иначе вы попадете во всякие автоматизированные оборудования. А вам нужно хобби оборудование. Вот хобби оборудование для вырезания паспарту. На втором сайте это называется тоже как-то с использованием слова хобби. Это чтобы вы не заблудились. Ну и давайте про цены. Первый дешевый вариант. Мы берем нож Logan 2000 модель за 2500 рублей. Берем коврик А2 за 1300. Закладываю сюда 100 рублей на какую-то металлическую деталь, которую вы купите в Leroy Merlin, например. И 340 рублей на лезвие. Получилось 4240 рублей. 4240 рублей. И теперь вариант подороже. Мы берем тот же самый резак. Logan 2000 за 2500 рублей. Прибавляем к нему алюминиевую линейку. Метровую модель Logan 540 за 3732 рубля. Прибавляем сюда лезвие за 340 рублей. И прибавляем сюда коврик формата А1 за 2200 рублей. И у нас получается 8754 рубля. 8754 рубля. Еще один важный момент. Когда вы будете делать заказ, когда вы решились и решили, что вы будете покупать, скорее всего у вас будет либо бесплатная доставка, либо вы поедете сами забирать на машине. Сразу же в этом же магазине узнаете про паспорту, листы. И сразу же заодно их купите. Пусть немного, но несколько штук. Чтобы вам потом за ними уже не бегать. Потому что у них большой формат. Они больше формата А1. И вот так вот просто куда-то поехать, вот так себе докупить листик, ну, довольно проблематично. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Пожалуйста, поделитесь видео со своими друзьями-художниками. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч!